всем привет уважаемые рыболовы сегодняшний видео обзор подготовлен специально для рыболовного интернет-магазина f магазин и будет посвящен приманочки от компании мегабаз это очень известный рыболовный бренд который выпускает очень очень большое количество приманок особенно воблеров очень много популярных моделей которые уже так сказать прославили этот рыболовный бренд но сегодня мне хочется говорить о той модели воблера которая не совсем известна большинству рыболов в том числе в принципе на сегодняшнего дня она была неизвестной мне но вот форма и геометрия воблера они меня привлекли своим внешним так сказать видом и я решил его приобрести для тестирования в течение рыболовного сезона который наступит в 2020 году это серия воблера лайт латтис или лейтс как правильно не совсем знаю ну вот такой вот воблерочек выпускается он в одном единственном размере это 120 миллиметров то есть довольно таки крупная и объемная приманочка идет он опять же в одном классе плавучести это плавающая версия думаю вот именно благодаря тому что данный воблерок плавающий его будет хорошо использовать на больших просторах водохранилища то есть облавливать им мелики думаю должно быть очень результативно и прибрежную береговую бровку на реках именно для меликов и для небольших глубин таких в метр и меньший именно я решил приобрести данный воблер хотя думаю в принципе и благодаря своем такой большой форме тела он должен неплохо себя показывать при ловле и на больших глубинах это более трех метров ну это при ловле активного хищника и так давайте посмотрим саму упаковочку упаковка должен сказать довольно таки качественная жесткая изготовлена из такого вот прозрачного пластика воблерочек сам слышите наверно очень шумный то есть я вот только взял в руки он уже сразу зашумел там стоят шумовые капсулы в которых располагается шарики производитель заявляет что данная модель воблера заглубляется до двух метров ну я думаю это наверное максимальное заглубление это при очень активной проводки очень-очень как заявляет опять же производитель он себя хорошо показывает на рывковой анимации в принципе я также как наверное многие в рыболовую люблю очень рывковую анимацию воблер посмотрим насколько он себя хорошо раскроет на упаковке указано рыболовный бренд серия воблера вот кстати указано что он как раз на рывковой проводки себя хорошо и ведет указан вес воблер это 16,8 грамма его размер 120 миллиметров в принципе думаю все все здесь описано упаковочка интересная давайте поскорее откроем и посмотрим как выглядит непосредственно воблеров больно больно хочется его подержать в руках несмотря на свой вот такой большой большой размер то есть сами видите воблерочек размером 120 миллиметров но внешний вид его очень-очень приличный то есть такой гигантский размер очень широкое такое тело она не совсем стандартная для мегабаса минол должен сказать я еще не видел немножко вот такого вот такой формы но в принципе компания мегабас она отличается тем что всегда умеет удивлять именно формой тела именно проводкой приманки так сказать его игрой на проводке сам воблер выполнен ну очень-очень качественно в принципе цена ему принципе тоже довольно таки высокая но среди воблеров от компании мегабас это не самый дорогой можно сказать даже он наверно будет бюджетный среди мегабасовских воблер оснащен тремя крючками которые имеют вот такую вот интересную форму такими же крючками оснащен еще один воблер от компании мегабас который есть у меня это мегабас x 140 в течение рыболовного сезона и уже ни одного он очень очень хорошо себя показывает в этом сезоне он просто очень хорошо ловил щуку на просторах иркутского водохранилища оснащен у такими крючочками как и на данном воблере должен сказать вот эти крючки они очень хорошо секут рыбу и при этом они не разгибаются изготовлены не из очень довольно таки мощные проволоки особенность крючка то заключается в том что у него бородка вот это крючка она с наружной стороны они смотрели никак у большинстве тройников насколько это хорошо или плохо я не знаю но сходов рыбы на такие крючки практически не было даже вот не припомню чтоб у меня воблер на тот же x 140 который оснащен такими же крючками были сходы обычная рыба садится очень хорошо и качественно тело воблера она даже с боков как видите имеет очень интересную форму то есть она неравномерно сплющена она идет такими волнами насколько это хорошо ну тоже сложно судить я не производитель но думаю это формула такая приплюснулись и вот здесь широкая часть она именно заложена производителем с какой-то определенной целью хвостовая часть здесь изогнута видите резко начинает утончаться то есть более тонкая по сравнению с общей геометрией так сказать воблера и при этом она немного поднята вверх вот насколько и для чего это нужно сложно сказать но думаю скорее всего это связано с игрой чтобы задать более такую интересную игру воблеру лопаточка она выполнена из тонкого из тонкого пластика имеет очень широкую такую и большую площадь но в принципе при общей геометрии воблер очка она соответствует думаю тому что здесь необходимо лопатка стоит под таким углом вот тут уголами на 45 градусов наклона принципе тоже стандартно для воблеров классами но передняя часть воблера оснащена ушком без колечка принципе так и будем его использовать сам воблер как уже сказал он очень шумный очень-очень шум даже вот просто берешь в руки коробочкой он очень сильно шумит на верхней части воблер очка на спинке указано его название и серия воблера то есть здесь указан также вес судя по всему он не в наших единицах то есть не в граммах хотя в принципе как уже сказал воблер очек вешает 16 80 грамм ну давайте его взвешиваем сейчас весы положим ключевые весы обнулили и давайте попробуем разместить наш воблеров ну вот интересно да производитель заверяет что воблер вешает 16 80 грамма но у меня на весах показала ровно 18 грамм давайте еще раз обнулим весы включим еще раз проверим все по нулям показывает еще раз производим взвешивание ну то есть воблер вешает 18 грамм немного отличается от того что за его производитель почему так не знаю но факт есть факт 18 грамм так давайте еще раз проверим на упаковочке какой вес заявляет 16,8 грамма то есть указано должен был показывать около 17 здесь 18 грамм в принципе ничего страшного в этом не вижу может быть погрешность весов может быть еще что-то но вот тем не менее ориентироваться в принципе думаю надо на эту цифру насколько уловистый этот воблер посмотрим в течение рыболовного сезона обязательно его протестирую как на водохранилище так и на реках буду первоначально как уже сказал облавливать им мелководные участки это с глубинами до двух метров в основном даже наверно на метровой глубине буду использовать его именно для меляков как выяснилось при ловле на иркутском водохранилище у меня не было подходящих приманок на водохранилище щука брала только крупные приманки размером 100 миллиметров и более воблеры которые у меня имелись плавающие были размером в основном до 90 миллиметров основная их масса так как на реках воблер очки до сотни они более оправданы так как щука там более мелкая ну в принципе посмотрим при своем размере воблер вешает довольно таки очень мало то есть сами видите размер большой вес в принципе не очень не очень большой то есть 16,8 грамм это средний вес основного количества воблеров который выпускается при таких вот габаритах обычно воблер и вешает в пределах 20-23 грамм некоторые даже модели вешают 25 но так как данная модель воблера она плавающая соответственно вес здесь небольшой думаю на рывковой анимации он должен хорошо себя показывать кому интересно как данный воблер проводить как он работает на различных участках водоемов рек водохранилищ обязательно подписывайтесь на канал ссылочку после тестирования оставлю в описании под видео ну в принципе сезон 2020 уже не так долго ждать осталось он не за горами как говорится желаю ребята всем удачных рыбалок больших и крупных трофеев ну и до скорых встреч всем пока